Привет всем огромный! Продолжаем наши обзоры делать. Ребят, хотела поговорить про этот телефонный разговор с сестричкой старшей, с Ирой, да, когда сам Вэлл беседовал, там есть что обсудить. Ну, читаю ваши комментарии, вы мне все такие, давай про Пэдечку, давай про Пэдечку. А ты видела Анжелика, как он у тети Айгуш там заседает, посмотрела. Ребята, окей, давайте, если уж вам так полюбился этот герой, вернее, обзоры на его видео, то давайте обсудим. В багажнике своей машины демонстрирует зрителям, ребят, что там, перчик, помидорчик и баклажанчики, и будет нам объяснять в 128-й тысячный раз, как хоровац надо делать. А оказывается, это такое сложное приготовление, это вообще не для среднего ума. Все овощи пекутся на огне. Да ты шо? Да, Пэдя, представляешь, мы сидим широко открыв рты, впервые такое видим и слышим. А ничего, что ты нас год уже этим хороватцем кормишь, и мы только то и делаем, что наблюдаем. Шашлык, люля, шашлык, машлик, хороватц, костры, мангалы, ваши овощи. И жрёте, и печёте, и жарите, и жрёте. Мы, кроме твоего хороватца с машлыком, шашлыком, ни хрена больше не видим в твоих видео. Не, он нас решил ещё раз просветить. Может, кто не законспектировал, может, кто не особо уяснил, не впитал в себя все знания. Девочки, ну, всякое бывает, Пэдечка переживает. Поэтому ещё раз курс молодого бойца. Хороватц, ребята, надо попыкты все овощи на открытом огне. Окей, Пэдя, мы все отличницы, мы уже всё запомнили. Погнали дальше. Гульнас. Я грешным делом подумала, ребят, что она постриглась. Я так обрадовалась, ну, честно вам говорю. Я просто обрадовалась. Думала, сделала коре, только, думаю, длинную чёлку оставила, да, коротко не обрезала, ей всё равно хорошо. Вот вы говорите, ой, Анжелика, что ты её нахваливаешь, она некрасивая, она такая-сякая. Для меня, девочки, я вам ещё раз повторю, для меня, она очень миловидная женщина. Но вот то, что она сейчас творится своими волосами, с красивыми волосами, замечу вам, это трындец действительно полный. А мне так нравится, сказал Пэдя, когда у тебя вот такие длинные волосы, а чем там любоваться? Ну, залезала и резиночкой сзади стянула, а где красота вся? Так распусти их, они уже отросли достаточно. Каскадик пострижен, а почему ты не покажешь эту красоту волос? Так красиво, распусти их. Не, ребята, не дай бог, чтоб не выделяться среди армянского табора. Там же все зализанные ходят, и сзади зуцим кублы кому такие вот торчит у всех. Чёрная резиночка, чёрная резиночка, ребят. И гулька точно так же. Не дай бог, будет красивее кого-то из армянок. Боже, я даже не представляю, чтоб это случилось. Вот что значит мышление серого человека. Ребят, не дай бог не выделиться, не дай бог ничем не отличиться. Я такая же буду, как вы, сидеть в вашем болоте. Тихо-тихо, не высовываться. Ой, ребят, не понимаю я вообще такой жизни. Ну, как вы мне пишите? Это их семья, их правила, народы. Так все разные обычаи. Да, 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 да. Ну и флах им в руки, и пусть сидят в своём этом топком болоте и наслаждаются вот этой вот жизнью. Чёрно-белое кино. Приехала, наконец-то, да тётя Ягушь с дядей Хачиком. Эврика, ребята, ой, боже, что творится. Боже, розы цветут, благоухают. Земля клумбы чистейшие, всё растёт. А огород – это отдельная песня. Кукуруза вымахала выше роста человека. Скоро, говорит тётя Ягушь, будем ломать, варить и кушать. А у нас не растёт. А у нас вот такая низенькая, вот такая маленькая, показывает Эдик. Педя, представляешь, у людей и огурцов море просто. Он показали их там, навязалось этих огурчиков. Глаза разбегаются от этого урожая. И помидоры, ребята, и зелень. Всё, что угодно, пожалуйста. Педя, чего в тебе не растёт? А как часто вы поливаете? Каждый вечер, говорит тётя Ягушь. Маленькая заминочка была. Ну, мы тоже поливаем, но вот у нас не растёт. Педя, в асфальт закатать огород, как он говорил. Вырвать к чёртовой матери все огурцы, помидоры, а нафига не надо. Вывод у Эдика один. Болеют, наверное. Эдя, секрет тебе открою. Это ты болеешь. С растениями всё нормально. Ухаживать надо. Если надо, крапить. Если надо, полить. Каждый вечер, Педя, взрыхлить почву. Под кустиком підгорнуть земельку, чтоб влагу держала. Понимаешь, Педя? Траву вовремя убирать. Вот в чём проблема. Лыдацюга ты, Педя. А ты кажешь, растения виноваты, семена не те. В чём проблема, я думаю, зрители мои уж точно знают и видят. Большое видится издалека, да, ребята? Большой, такой крупный лыдащу. Девочки, и так хороват скручу, верчу, обмануть хочу. Армян тоже так, я подозреваю. Собрались все вместе. Вот вы у меня на канале, знаю больше 90% женщин. Дорогие мои зрители, скажите, пожалуйста, вы у меня девочки опытные уже. Какие-то годы у вас уже за плечами прожиты, да? Мамы и бабушки. Скажите мне, обязательно трёхмесячного малыша, маленького грудничка снимать и показывать в Ютубе на миллионные аудитории? Ведь зайти и может любой человек посмотреть. Вот вы мне ответьте. У вас так же было? Это не играет роли никакой, это не имеет никакого значения. Или вы всё-таки ребёнка старались как-то беречь и не дай бог от плохих глаз, да, там это всего, чтобы никто не заглядывал в колясо. Ну, у меня было так. Нет, Анжелика Снежинская не забубонная. Просто от греха подальше. Это крошечный ребёнок. То, что он богатырь, это замечательно. То, что он здоровенький, спокойненький, это прекрасно. Я не могу понять одного. Нафига вы его демонстрируете на весь мир? Люди разные. Это видео на платформе. Вот эта вот всемирная сеть доступна любому человеку. Вы для чего это делаете? Отвечу тут же и сразу. От глупости своей. А ещё обижаетесь, квакушек. Про тебя сейчас говорю. Когда я говорю, что ты глупая, с кудаумием страдаешь, понимаешь? Не от большого ума ты это делаешь. А главное, мамки, папки ничего не говорят, не запрещают. О, давайте, сесть, смотри. Три месяца дитю. Три. Это не годик, не полтора, не два. Три месяца ребятёночку, дай бог ему здоровья. Ой, боже, я не знаю, девочки. Я не знаю, какие эмоции ещё может испытать человек. Вот права я или не права. Ну и Педя показал застолье, немножко совсем, совсем чуть-чуть. Было достаточно. Опять толпа со словами. Я там в начале видео, Педик, сказал. Давно не собирались. Давно, девочки. Очень давно не собирались. Ну да, конечно. Ещё этот, костёр ваш не остыл, да, Эдик? Давай новую порцию загружать. Ну да, в новый, конечно же, не собирались. Уже соскучились так за шашлыком. Якова на его жиру. Я не знаю. Ну салатик с картошечкой, там с овощами. Всё это замечательно и хорошо. Я бы не смогла, клянусь вам, ребят. Жрать постоянно эти шашлыки. Постоянно, постоянно, постоянно. И я замечаю, это же уже не раз в неделю. Два раза в неделю собираются. А то, что там они сами себе тоже самое едят, да, и готовят. Так ещё нами не показывают. Ребят, я вам так скажу. Я завидую по-хорошему, по-доброму. Вот этим здоровым желудком. Как там это всё перерабатывается? Ну я слабо себе представляю. Дай бог всем людям, без исключения здоровья. Вы не думайте, пожалуйста, уважаемые мои зрители, что если я критикую, то я желаю людям чего-то плохого отнюдь. Чтобы все были живы, здоровы. Я понимаю, в какой стране они живут. Нам они этого не желают. Наслышаны мы, слышали речи, да, против Украины, против украинского народа. Но я почему-то не знаю. Никому в мире, ни одному народу, вот я не желаю, чтобы они испытали то, что испытывают сейчас украинцы. Мне очень хочется, чтобы этот глупый народ... А давайте будем должное им отдавать. Давайте, девочки, мои украиночки, давайте будем вещи называть своими именами. Они все-таки очень глупые. Это глупость. Зомбоящик, шашлык, пластиковый стаканчик, 100 грамм. И поехали хылять. Жизнь удалась. Круто. Ну, пожалуй, на этом и точку поставлю. До вечера.